В Таразе вынесли приговор двум сыновьям Жигули и Дайрабаева, экс-кандидатов в президенты, на ныне депутатам Можилиса. Вместе с ними на скамье подсудимых еще два человека. Всех четверых признали виновными по статье «мошенничество в особо крупном размере». Какое наказание грозит детям Дайрабаева и как это отразится на карьере самого депутата – далее в сюжете. Несмотря на уголовную составляющую, сыновья Дайрабаева остались на свободе. Судья определила ему словный срок в пять лет. Они обязаны встать на пробационный контроль, у них конфисковали имущество и запретили занимать руководящие посты. А вот их подельникам Кулькееву и Елебаю повезло меньше. Оба отправятся в места, не столь отдаленные, на 5 и 6 лет соответственно. Ущерб, который государству нанесли мошенники, оценивается в 551 миллиона в тенге. Подсудимые вину не признали. Просили их оправдать. Отягчающим обстоятельствам суд признал у Кулькеева нарушение принятой им присяги. К смягчающим обстоятельствам отнес отсутствие судимости и наличие у Кулькеева, Дайрабаева и Молдокалыка малолетних детей. Впрочем, Дидар Молдокалык и Марат Дайрабаев – не единственные дети депутатов, которые попали в орбиту скандалов. Сейчас решение военного суда ожидает сын другого мажоресмена – известного спортсмена Даулета Турлыханова. В середине февраля Нурасыл избил двух жителей Алматы. Его вина полностью доказана, сообщили в военно-следственном управлении МВД РК. В данный момент дело было уже окончено и передано для ознакомления участников процесса. Мера пресечения выбрана под наблюдение командования части, так как он является военнослужащим срочной службы. Несмотря на поступки своих сыновей, ни Дайрабаев, ни Турлыханов от своих депутатских мандатов отказываться, похоже, не собираются. По мнению отцов, дети уже взрослые, а потому и отвечать за свои поступки должны сами. Тем более, что в истории страны депутаты еще ни разу не отказывались от мандата из-за нерадивых наследников. Жанат Турсынов, Атамикен Бизнес. Это не единственный скандал, связанный с новоспеченными депутатами. На днях в поле зрения общественников попал еще один экс-кандидат в президенты и тоже член партии АУЛ Каракат Абден. Ей припомнили высказывания, озвученные на теледебатах. Тогда Каракат Абден предложила ввести в Казахстане налог на браки с иностранцами. Президентом женщина не стала, зато заняла кресло в мажелесе парламента, то есть во власть все-таки попала. Правозащитница Дина Тансари инициировала петицию о лишении Абден депутатского статуса. В партии АУЛ успокоили. По словам руководителя фракции Анаса Бакожаева, продвигать идею налога на браки с иностранцами никто не собирается. Это не та тема, за которую печется партия. Но запретить своим депутатам выражать личное мнение фракция не может. Мы не запрещаем. У каждого депутата свое мнение. Каракат Абден говорил об этом, когда еще участвовала в президентских выборах. Позиция фракции другая, позиция депутата другая. Поэтому этот вопрос рассматривается во фракции. Продолжение следует...